Итак, у нас в студии, в программе подробности Виталий Громов, вице-президент Федерации футбола города Рязани, не области, а города. И также его рязанцы знают как генерального директора Рязанского спортклуба «Элексфаворит». Виталий, давайте сразу по-спортивному, коротко и энергично, без отчеств, как говорится, по-европейски. Итак, Виталий, сегодня у нас речь пойдет о мини-футболе. Причем я, как сразу скажу, не футболист, но смотреть люблю, а играть не давайте. Хочу поговорить о таком масштабном понятии футбол, мини-футбол в Рязани, как массовый вид спорта. Здесь нам не обойтись без разговора о детском мини-футболе, да, наверное. Я знаю, что сейчас идут соревнования при поддержке городских властей, вы, слава богу, только поддержку снискали, оно и хорошо. Вот давайте об этом. Какие соревнования сейчас проводятся? Потому что я так понимаю, что старт может быть и на уровне школ, а развитие этих соревнований может выйти на межрегиональный, а там, кто знает, может, международный уровень. Да, действительно, сейчас мы с середины января начали соревнования в рамках общероссийского проекта «Мишка. Мини-футбол в школу». Городские соревнования по мини-футболу среди образовательных школ, где участвуют у нас детки до 14 лет. То есть, это не наше собственное творчество, это всероссийский проект. Нет, мы вошли плавно в рамки этого общероссийского проекта, который существует. Существует два проекта мини-футбола развития. Это мини-футбол в школу «Мишка» и мини-футбол в вузы. Мы, в общем-то, в вузы, если где-то как-то плавно мы пытаемся участвовать, но пока нестабильно, то вот здесь на уровне детского массового футбола у нас был провал. Проект существует с 2007 года, мы, в общем-то, целенаправленно вообще в нем не участвовали. И вот с этого года принято решение, огромная благодарность при поддержке администрации города Рязани и всех служб городских, образование управления, управление спортом, министерство спорта Рязанской области. Плюс у нас клуб «Эликсфаворит» мини-футбольный, который существует непосредственно руководство. У нас огромное количество детей, которые, в общем-то, пока не охвачены спортом каким-либо. Мы не хотим этим проектом сразу сделать чемпионов. Суть его в том, что именно участвуют дети до 14 лет, которые не занимаются в специализированных школах по футболу. Да-да, вот это очень важно. На этом базируется то понятие, которое это массовый спорт. Да, и первоначально наша идея была давно, мы уже эту идею вынашивали давно, получается, только вот с этого года. Это, ну, может быть, и наше упущение. Ну, хорошо, что это движение началось. И первоначально мы хотели возродить именно такой лозунг, был девиз «Мой двор, моя команда». Ну, что-то такое. То есть, именно в дворах. Как в песне было раньше. Помните, улица на улицу, двор на двор. Улица на улицу, да. Ну, именно футбол. Бились баталии от зари, от рассвета до заката. Вот, шишки, рваные коленки. Но пытались как-то разными путями этот вопрос двинуть. Но поняли, что, наверное, начать мы его можем. Но это будет какое-то местечковое, очень кустовое. Почему? Потому что, ну, жизнь изменилась. Во дворах не то, что футбол пройти иногда сложно. Это реалия, да. Это реалия. Было состояние наших граждан растет. Покупаются автомобили, строятся дома. Вот, ну, строится, конечно, физкультурный комплекс. Но уже во дворе поиграть. Детские площадки строятся. Но футбольные поля, вы знаете, мини-футбольные. Народным способом не поиграешь. Поэтому мы решили все-таки от этого немножко отойти. Хотя в этом проекте мы никому. Он открытый проект. Еще раз говорю, могут и не только мальчики и девочки участвовать до 14 лет. Не только с города Рязани. Уже, я знаю, участвует Александр Невский. Очень там Каширский Александр. Прекрасный руководитель, пропагандист женского футбола. И плюс к тому мы даем возможность всем желающим. Если команды со двора, пожалуйста, собрались со двора. Они могут также приходить, заявляться. То есть, у нас это прописано, где можно получить информацию. Они могут также участвовать с любого этапа. Мы говорим массовость. Именно массовость, да. Конечно, может быть, первоначальный этап. Это первые у нас вот такие первые пробные шаги. Где-то есть, наверное, шероховатости. Может быть, мы пока не доработали именно вот в раскрутке этого проекта. Важно, что вошли. Начали. Ну, маленькая победа есть. Но главное не останавливаться. Потому, что все, насколько мне известно, все какие-то задумки такие хорошие, они, как правило, рубятся на самом начальном этапе. Ну, не получается людей. Ну, все. А у вас, если первый этап преодолели, прошли, при поддержке городских властей, слава богу, говорится, то дальше развивайся. Да? Дальше развивайся. Показывай. Абсолютно верно. И самое главное, есть такая мудрость китайская. Если хочешь ищешь возможность, не хочешь ищешь причину. То есть, наверное, мы нашли возможность, не только мы, и власти. То есть, поддержка была, скажу честно, когда я разговаривал с Виталием Евгеньевичем Артемовым. То есть, у него просто загружен был, на него загорелись глаза. Он отбросил все дела, рассказывай. Как, чего. Вошел в детали моментально. И, в общем-то, пошло, пошло, пошло. Видео пошло, да? Да, потихонечку пошло. Подключились разные управления, службы. Очень, очень это нас радует. Конечно, хотелось бы, конечно, хотелось бы с помощью вашей телекомпании, остальных средств массовой информации более дать, более информированности людям, что этот проект проходит. И привлечь, естественно, наши бизнес-структуры. Потому что на данном этапе, скажем так, пока мы не охватили тех людей, которые могут. Почему? Потому что, вы понимаете, мы хотим сделать это, во-первых, красиво. То есть, на первом этапе, три этапа вообще в проекте. Первый этап – это соревнования внутри школ. Сейчас, я знаю, уже на сегодняшний день, по-моему, 36 или около 40 школ уже провели соревнования. Это около трех с лишним тысяч детей в возрасте до 14 лет. Именно мини-футбол в школе. Именно мини-футбол в школе, да. Именно в школе, да. Это игра 5 на 5, 4 в поле, 5 вратарь. Вот. Сейчас мы, когда завершится первый этап ближе к февралю, то есть, каждой школе участникам дарим по мячу. Именно мини-футбольному мячу. Очень нам помогает магазин «Лига» театральный, который тоже готов участвовать, чем может помочь. Второй этап – это февраль-март. Это уже соревнования внутри районов. У нас четыре округа городских, где сборные школы будут формировать на основе первого этапа. И они будут уже участвовать в зависимости от команд. Мы посмотрим. Есть базовые школы определены, где есть более-менее инфраструктура, которые могут проводить не только в зале, но и на открытом воздухе. Вы знаете, что сейчас очень активно строится при общеобразовательных школах и открытой площадке огороженной. И для мини-футбола, баскетбола, волейбола. То есть, мы также можем плавно перейти и на улицу. Это второй этап. То есть, по первой и второе место победители, финалисты районных соревнований выходит непосредственно уже в финальный этап, который мы хотим провести в мае. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы это действительно был праздник. Это восемь лучших детских команд. Пытаемся и рассматриваем разные варианты. Но было бы, конечно, идеально провести в дворце спорта Олимпийским. Ледовым. Я знаю, что там есть возможность покрытия паркета. Уже проводили соревнования. Это придаст статусности на несколько дней. Хотим пригласить известных футболистов. Непосредственно думаем. Мы сейчас будем вести переговор с РФС, кто может приехать с АМФР на этот праздник, который бы вручали награждение. Может быть, мастер-классы ребятам показали. Сделать такой праздник. Замечательные призы готовим. Во-первых, людям, которые выйдут в финальный этап, все будут экипированы футбольной формой. Раз. И спортивные костюмы. И, естественно, будут учредены номинации лучшим игрокам, защитникам, болельщикам и так далее. И так далее, и так далее. То есть, хотим делать финал, чтобы был праздник. Праздник, да. Отлично. Действительно праздник. Виталий, вот что хотел спросить. А не получится ли так, и продумывали вы, вопрос о том, что получат какие-то команды, не назовем их элитными, но самые лучшие, прошедшие все отборы. Для них будет праздник. А остальные команды, которые не прошли туда, школьные, футбольные, они махнут рукой. Так, ведь у детей такой характер. Ну, у меня не получилось. Значит, нам больше не стоит собираться и играть. Нет? Мы сейчас разрабатываем эту схему, то есть, которую школы готовы у себя принять секции, если у них есть желающие дети. Мы готовы выделить наших ребят, которых играют, тренируются в мини-футбольном клубе «Элекс Фаворит». Кстати, практически все ребята у нас в высшем образовании. Многие имеют педагогические законы, еще у нас в факультетической культуре и спорта. Интеллигентная команда такая. Ну, стараемся подбирать, да. Вот. И мы готовы, мы готовы, то есть, давать детям какие-то общие знания футбола, их тренировать и готовить там на будущий год, в этом году уже. Я знаю, что у нас в некоторых школах, я сейчас не буду называть конкретно какие школы, по той простой причине, чтобы другие не обижались. То есть, у нас уже ребята работают. Я напомню нашим зрителям, у нас в гостях был Виталий Громов, вице-президент Федерации футбола Рязани, генеральный директор Рязанского спортклуба «Элекс Фаворит». Говорили о развитии детского мини-футбола и вообще мини-футбола у нас в городе перспективы хорошие. На этом и закончим сегодняшнюю программу. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова